Жила-была девочка, и она была не такая, как все. Она была маленькая, нежная, чувствительная. Но она родилась в царстве купцов, достигаторов, пахарей, серьезных и взрослых людей, которые все время куда-то бежали с озабоченным видом и делали свои важные дела. Все вокруг ходили в огромных сапогах-скороходах и твердили о том, что надо чего-то в жизни добиться и достичь, чтобы выжить. Окружающие говорили девочке, вот вырастешь, и ты тоже должна будешь их надеть. Когда мы тебя признаем, все у тебя в жизни будет хорошо, ты будешь как все и станешь очень счастливой. А для этого тебе нужны самые большие, самые красивые и самые быстрые сапоги-скороходы. И вот, когда девочка подросла, родители подарили ей сапоги-скороходы. Они были такие большие и неподъемные, что девочка испугалась. Но никто, как будто бы этого не замечал, что сапоги вовсе ей не по размеру. Сапоги были настолько огромные, что девочке пришлось встать на стульчик, чтобы в них запрыгнуть. Сапоги ее не слушались. Они носили ее по свету то туда, то сюда и никак не останавливались. Девочке было жутко неудобно. Она почти утопала в этих сапогах. Но ведь все это делали. Ноги ее сильно натерла, они отекли, и из ран сочилась кровь. Обезумев от боли, которую невозможно больше было терпеть, девочка расплакалась. Настолько тяжело ей было в этих сапогах, что, пролетая над облаками, она сбросила их со своих больных и усталых ножек. Сапоги улетели вниз и скрылись из вида. Девочка боялась, что она сейчас упадет и разобьется. Ведь без сапог она не умела летать. Подлетая к земле, она уже начала прощаться с жизнью. Но вдруг из зарослей деревьев показалась поляна с чистым, родниковым, глубоким озером. Девочка упала в это озеро, достав почти до самого дна. Она медленно всплывала на поверхность, словно само озеро ей помогало. Перед ее внутренним взором мелькали образы родителей того мира, где она выросла. Этих громоздких сапог-скороходов. И она как будто прощалась со своим прошлым. Она больше не хотела терпеть боль. Вода в озере оказалась целительной. И все раны на ногах вмиг затянулись. И она почувствовала небывалую легкость, радость, свежесть и свободу. Перед ней оказалась красивая поляна с цветами и зеленой травкой. Солнышко ласкало ее своими нежными утренними лучиками. Впервые за много лет она шла босиком по мягкой траве. И чувствовала себя живой, частью всей Земли и Вселенной. Вдруг она увидела волшебный пенек, на котором стояли изящные, легкие, блестящие сандалии с белыми крылышками. Девочка с восторгом побежала к ним. Она точно знала, что это для нее. Счастью ее не было предела. Сверкающие на солнце сандалии ей были в самую пору, прямо по ее маленькой и нежной ножке. Она взлетела ввысь, радостно окружаясь вместе с солнышком, облаками, морем, деревьями, бабочками и цветами. Она словно соединилась с потоком жизни. Впервые в жизни она была в своих сандалиях и по-настоящему счастлива. Теперь она точно знала, все будет хорошо. Она больше не предаст себя в угоду чужим ожиданиям. Отныне она свободна выбирать и творить свою собственную жизнь.